102-106. Приступают к осмотру на первом пути. Грани цистерна 267. Да, есть такая продолжательность осмотра. Осмотр не просто внимательный, а доскональный, чтобы не пропустить возможную контрабанду. И так каждый день и каждый прибывающий состав. Сотрудники новополского таможенного поста круглосуточно стоят на страже экономической безопасности страны. Сейчас работают на осмотре вагонов, прибывших из Латвии. Именно это, а также проверка документов в зоне ответственности Олега Антуновича и его команды. Новополучанин 22 года трудится в таможенных органах. Закончил БНТУ, начинал на таможенном поста Новополоска инспектором. Благодаря своим личным и профессиональным качествам дослушался до должности начальника отдела таможенных операций и контроля. Мне нравится, что каждый день мы сталкиваемся с чем-то новым, решаем задачи и несем ответственность, так сказать, ответственность в работе. А вот Дарья Евдокимова в таможенных органах всего 8 месяцев. Брославчанка получила профессию экономиста в столичном вузе и вернулась домой, как и многие таможенники, по принципу «где родился, там и пригодился». Устроилась инспектором на таможенном посту. Хотела в Урбаны, но получилось в Бегосово. Свой выбор профессионального пути Дарья объясняет просто. Папа повлиял, так сказать, на мой выбор, служу в таможенных органах. Посоветовал, я решила прислушаться и попробовать. Долго не решалась, потому что боялась вдруг не примут. Ну вот один раз решилась и, собственно, я здесь. Служба в таможенных органах – это довольно-таки престижная работа. Мы стоим на защите экономических интересов страны, на защите народа в том числе. А отец Дарьи – советник таможенной службы второго ранга, ветеран таможенных органов. У него есть чему поучиться. 29 лет Сергей Евдокимов посвятил работе в таможенных органах. Он помнит времена, когда все фиксировалось в журнале рукописным способом. А сейчас все процессы автоматизированы. В помощь таможенникам – современное оборудование, что облегчает работу. Значительно улучшились и условия труда. Такие изменения Сергей Евдокимов радует. Но еще больше его радуют молодые специалисты, которые приходят в таможню. «Приятно видеть то, что у молодых людей сегодня горят глаза. Они готовы работать, чтобы как и мне повезло с наставниками. Чтобы они изучали законодательство, стали специалистами в своем деле. Чтобы их работа была легкой. Ну, если можно так сказать, легкой. Легкой она не будет. Просто чтобы те трудности, которые будут на них уйти, они их преодолевали без особых проблем». Вообще в таможенных органах налажена целая система работы с кадрами. Молодым специалистам оказывается всяческая поддержка, в том числе со стороны опытных специалистов. Проработанная система карьерного роста. А с недавних пор таможенные органы начали готовить сотрудников под себя. Так, по инициативе Витебской таможни, в прошлом году на юридическом факультете Полоцкого госуниверситета открыла специальность «Таможенное дело». Тогда набрали 30 ребят. Столько же приняли и нынешнюю вступительную компанию. Причем трое – по целевому направлению. И это не последний шаг в работе по взращиванию кадров. «Витебская таможня очень плотно контактирует с Полоцким кадетским училищем. Также с помощью педагогического коллектива и учащихся сформирована таможенная группа на базе 18-й школы города Полоцка, где в новом учебном году Витебская таможня будет проводить работу по профессиональному ориентированию учащихся с целью определения в выборе профессии таможенника». В этом году таможенные органы отмечают 30-летие. Неизменным за эти годы остались требования к кадрам. На службу приходят и остаются люди ответственные, трудолюбивые, верные выбранному делу. На таких специалистов таможня точно дает добро. Анна Обудова, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».